Ребята, ну давайте успокаиваться и потихонечку начинается следующий доклад. Зажевываем, заходим, закрываем двери, закрываем двери в аудитории. Кто не успел, тот опоздал. Мой доклад будет не технического плана, он будет «Расслабленный», «Колосовский» и «Бомберт гибится под пятницу». И мало того, я немножко приболевший, поэтому с меня слайды, а с вас рассказы. Хорошо, давайте. Первое. Ну, тема моей доклады, откуда идет сеньор. Я на всякий случай представлюсь, потому что меня не все знают. Меня зовут Атон Шемчук. У меня есть блог. Вот на блог вы точно наткались, если искали что-то про jQuery, а не про PHP. А сегодня я буду размышлять, философствовать на тему «Кто такой сеньор?» и что ему делать? Так, это сюда откладывать. Кто такой сеньор? Так, а ну-ка. Подходит? Подходит? Нет? Кто, по-вашему, сеньор? Кто этот человек? Можно с места, можно без микрофона, но так, чтобы можно было услышать. Есть даже микрофон. Это человек, у которого есть ответственность. Ответственный человек, да? Нет, не ответственный, а у него есть ответственность за то, что... Да, он за что-то отвечает. Хорошо, за что же будет у нас отвечать сеньор? За все. Хорошо. Ладно. С ответственностью. Вообще, глядя на эту картинку, сеньор – это некто лысый и в худе. У нас есть такие в зале? Я, если честно, не вижу. У лысые есть? Нет. И в худе. Иди сюда. Ладно? Нет. Включайте очистку. Главное, мы удачно, в нужное время нужно вместе оказаться. Иногда это тоже важно. Хорошо. У нас есть человек, который отвечает за все. Что вы вкладываете в понятие «все»? Это качество кода? Или что? Архитектура? Команда. Команда. Сеньора должен отвечать за команду, да? Нет? Помогать команде. Помогать команде. Хорошо. Широко мыслить. Широко мыслить. Широко мыслить. Это архитектор. Ну это уже, да, ближай к архитектуре. Решать и решаем на задание. Прорезти и архитектуре. Хорошо. Да, тоже хорошо. Ну вот, смотрите, у нас очень достаточно много таких аспектов, на которые мы акциницируем внимание. Ну, у меня тут тоже есть слайд. Слайд здесь. Вот. Во-первых, у него есть, да, он пошел и все в этой жизни видел. У него, сколько лет, ну вот, сколько по-вашему должен проработать сеньор в команде с проектом, чтобы получить этот титул, по крайней мере, в ваших глазах? Сколько? Пять. Пять. Пять, семь. Кто больше? Зависит от нагрузки. Зависит от нагрузки. Зависит от проекта. Зависит от команды. А с нуля не может быть? С нуля? Сеньор 23. Нет. С нуля в команде. А, еще раз. С нуля в команде. Может быть новая команда и роль его такая. А до этого он где получался? До этого до другого вопроса. Ну, давайте мы тотал и тотал. Не в конкретной команде, а и тотал, да? То есть это человек, у которого минимум? Семь. Семь. Да, семь, восемь. Десять. 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 Вот это приблизительно мой опыт разработки. Да? Я настолько олдскул, как тут уже сказали. Сколько тут вообще олдскул? Больше десяти лет в разработке. Раз, два, три, четыре, пять. Еще есть? Шесть. Вот. Ну, действительно, тут не так много людей олдскулдных. Вы чувствуете себя старперами, да? Хорошо. Значит, не я такой один. Хорошо. Дальше. Сеньор, он, по моему мнению, он должен заниматься своим саморазвитием. Да? Это в первую очередь. Он заинтересован в том, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда постоянно. То есть в любой момент времени он сеньор. Потому что сеньор, который не занимается саморазвитием, он просто устаревает, да? Его в скором времени просто сменят. Да? Зачем нам сеньор, у которого знания актуальны на пять лет назад? Да? Да? Сейчас в мире, в нашем мире даже сколько, да? Вытащить человека из жизни, да? Вытащить. Забрать у него хаппорт, забрать у него РСС новости и так далее, и так далее. Через сколько он устареет? Год. Через два месяца? Год. 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 Год, нет. Солидарий с этим мнением, да? Через год человек фактически устареет. Его знания уже будут неактуальны. Да, а если он... Если на JavaScript, то там через три недели. Да. На JavaScript ты можешь к вечеру, если голос не почитал, то к вечеру ты уже устарел, никому не нужен. Это хорошо. Если ты iOS-разработчик, то ты живешь от презентации к презентации, да? То есть у тебя цикл весна и осень, насколько я помню, да, у них презентация iOS и так далее. Вот. Ну, то есть вышла презентация, твой телефон устарел, ты устарел. Вот. Давай загонять. Хорошо. Разобрались более-менее. Еще. Что характерно вообще для сеньора? Ну, как по мне, сеньора – это человек, который уже крепко стоит на залогах. И все-таки он… его физиологический возраст там где будет. Если мы сказали, что это 5-7 лет, если он не замминистра МВД, то это возраст там 28 с хвостиком, да? 30 сеньора. Мы как шахтеры – 35 на пенсию. 35 на пенсию. Хорошо. Собственно говоря, вся сегодняшняя презентация о том, как не отправиться на пенсию и вообще жить в кайф, если тебе 30 и чуть-чуть больше. Хорошо. Еще я бы сказал, ну, зачастую это семейный человек. Я не говорю мужчина, женщина. Зачастую есть ребенок, да? Два. Вот. Хорошо подсказывает, да? У каждого порядочного сеньора должен быть ребенок. Он должен на ком-то обкатывать свои программы обучения, если что он думает об этом мире. И должен понимать, что у него в отделе практически вот эти тоже дети, да? Вот они очень близки по психологическому развитию, да? И вот с ребенком. Хорошо. Что еще? Кстати, да, тут много семейных. У многих есть дети. Поднимите руки. Участвуйте. Вот. Отлично. А что все остальные тут делают в пятницу вечером и не сидят без детей? Вот я вообще не понимаю. Они пришли слушать меня, а не бороться с демографическим кризисом в стране. Такой момент, до меня крайне подошла информация, кто-то боролся интенсивно, вот, и буквально на днях у нас появился новый гражданин, да? У кого на днях прибавление в семье? Поднимите руку. Есть такие? У школы. Вот молодой человек. Да? Кто у вас родился? Дочка. Дочка? Да. Хорошо. Подарок дочке хотите? Иди сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё есть? Ничего себе. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, держи. Да. Давай. Молодец. Всё, отлично. Да, молодой. АПЛОДИСМЕНТЫ Я ещё вернусь к этому вопросу, но в действительности, да, когда у вас появляются дети, вы немножко по-другому смотрите на систему образования, да, и на то, как вам приходится общаться с вашими подопечными, если вы являетесь, там, сеньором или ещё кем-то. Хорошо. Возвращаясь к тому, а что же дальше? Вот, вы уже проработали, у вас уже есть ребёнок, да, у вас есть любимая работа, нелюбимая работа. Нужно как-то дальше себя развлекать, да. Первое, что приходит в глобу, это быть везде. Быть и тут, и там. Заметно, что у меня есть ребёнок, да, поэтому у меня мультяшные какие-то анимальные герои, которого зовут и тут, и там. В первую очередь, разработчик старается познать какие-то смешные технологии. Для PHP, это, естественно, самый близкий язык, у нас это JavaScript, да, такой вот, который приходится с ним знакомиться. То есть это вот, и скорее, это скорее не ваше желание, это требование, с которым к вам пришли. Мы хотим на этом сайте, чтобы покрутился AJAX или хотим выпадающую менюшку. Вот с этим вы, значит, с этого момента вы начинаете знакомство с JavaScript. Возможно, ещё верстка, да, HTML, CSS. Есть те, кто изучает другие языки. Кто у нас есть Python? Есть? Рубисты. Да, рубисты там у нас, в левом, на левом фланге. Кто у нас чистый JavaScript-транзработчик, он ушёл от PHP вообще? Есть ли такие? Хорошо. Кто ещё у нас есть? Расскажите. Нода считается. Нода — это JavaScript. Ну да, поэтому я молчу. JavaScript. JavaScript есть. JavaScript есть. JavaScript пришли на PHP конференцию. Respect. Я тоже считаю, что JavaScript надо выиграть. Ладно, я шучу. Извиняюсь, я с JavaScript разработчиками не удружу. Ещё. То, что... Swift? Тоже хорошо. 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 На башу. На башу. Да, башу тоже. Кстати, башу какой-то такой... Родной. Баш, он родной. Вот первый, он тоже немножко родной, да. Но, благо, он уже давно скопил знания где-то там над ним. Хорошо. То есть, следующая ступенька, возможная ступенька развития сеньорного разработчика — это у нас изучение свежих языков или вообще других. К своему стыду я на прошлой конференции тоже рассказывал эту тему, затрагивал, и говорил про то, что у меня в закладках лежит отличный мануал, а по языку, так вот, он у меня там до сих пор и лежит. Ну, видать этот путь совсем не для меня. Хорошо. Дальше. Как может развиваться сеньор? Сеньор может стать экспертом в своей области. Он может стать тем, кто зажигает в определенной области. в достаточно русской области. Он может стать гуру, адептом, евангелистом какой-либо технологии, какого-то направления. Где вы таких людей знаете? Кого вы можете назвать? В джаваскрипте кто зажигает? Я в русской языке. Еще. А в русской языке сегменте? Кантер зажигает, нет? Нет, нет. Нет, не зажигает вообще, да. Я думаю, если вот Кантер получал с тех ребят, кого он научил JavaScript.ru, благодаря своему ресурсу JavaScript.ru, Learn JavaScript.ru, если он получал хотя бы 10% с первой зарплаты, то он уже достал миллионером. Ну, я к нему в кошмаре не заглядывал, он уже этот миллионер, но в любом случае там зажигает Илья. Так. Илья. Илья. Кто зажигает? Марк. Марк зажигает. Макаров. 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 Саша по Макарову. Сам Дару, да? Макаров. Ещё то, что зажигает, ну, это те люди, которые ездят по конференциям и разносят вирус того, что это. А вот и фрейгер, и фрейгер. Вот. Кто так вот там? Зен фрейгер. Зен фрейгер. Вот, вот эти люди, да? Кондецепшн. Вот был у нас автор Кондецепшн, и он тоже у нас зажигал. Зажигал он и на конференции, и не на конференции. Молодец вообще, парень. Хорошо. Есть те, кто берут какую-то опласть и начинают в нее вкладывать и душу, и силы. Дайджесты читаете, HP дайджесты на хабр. Скажите спасибо, Романка. Тоже зажигает. Молодец. Можно, да, поставить чате по цветам. Вот. Одно время я зажигал под GQ. Сейчас зажигаю только под 7 HP, но почему-то не бегаю и не преклоняюсь. Хорошо. Это у нас непосредственно эксперт, да? Стать экспертом, узко специализированным экспертом в какой-то области, и быть настолько крутым и клевым, что о тебе будут знать не только в компании, не только в твоем городе, но и за пределами твоей страны. Это вот такая вот цель. Мега цель, которую вы можете поставить перед собой. Если вам стало скучно быть синьором. Понятно. Хорошо. Что еще? Куда дальше может расти синьор? Он может расти в теглита. Вообще, теглит – понятие, которое еще, наверное, года четыре назад, я его достаточно редко встречал, но сейчас это более-менее такой устоявшийся сервер. Теглит у нас встречается в нескольких разновидностях, да? Теглит может быть назначен, это как роль в проекте. Теглит может быть как часть команды, да? У нас есть команда, которая на нескольких проектах находит, у нас есть теглит, который за все его этим смотрит полглаза. Хорошо. И есть теглит-отдела. Вот, я теглит-отдела, который уже никуда не смотрит, да? Ходит на конференции байкеров сразу. Хорошо. Теглит. Я, в действительности, очень хотел на этом акцентировать очень чистое внимание. Ну, рассказывать тут полчаса, уже час, о том, что же такое теглит, зачем оно нужно и почему это важно. Но за меня это уже сделали. На хатре была отличная статья «Я теглит». Я не помню, кто ее автор, но я сделал коротенькую ссылочку. Вы можете перекинуть статью. Теглит компании «Легион», по-моему, называется. И причем он теглит не веб-разработки, а непосредственно, наверное, iOS-разработки. Поэтому он как-то мимо выхописов даст, и я могу отскочить. Опять же, теглит. Что входит в его обязанности? Ну, вот, человек, который теглит, да и смог, да? Хорошо. Что входит в обязанности теглита, в первую очередь? Вы сказали про секьюра, обеспечение, или я сказал, обеспечение качества кода. Вот как раз рельеф кода, отслеживание качества кода, налаживание процесса разработки кода – это все как раз обязанности теглита. Что еще? Что еще на теглите? Что они обычно еще вешают? Ну, общий вектор технологий. Если это новый проект, то вообще решение, глобальное решение, как мы его делаем. Мы его делаем там распределенно или на таком-то языке, с помощью каких-то средств и так далее. Вот насчет, когда говоришь про язык технологии, выбор пускай технологии, скорее всего уже ближе к архитектору, да? А теглит, он по определенной технологии, по определенному языку, или с этой технологией, действительно, это правда. Что еще? Теглит, он занимается открытой проектой. Он… что еще он умеет делать? Он участвует в собеседовании. Вам приходилось сейчас в собеседовании? Это капец. Нет, бывают классные эти кандидаты. Очень редко. Ну, поднимите руки. Кто участвовал в собеседовании с той стороны, когда принимают, да? Вот, вы делали кусочек, ну, на лове суля, кусочек теглитской работы. Вы видели… это не только теглитская, да? Еще даже теглитская, наверное, работа. Потому что вы понимали, насколько вот эта вот шестеренка, которая перед вами пришла на какую-то зарплату, насколько она вообще смачивается с тем, с вашим процессом, если ее туда приткнуть, и не поубивают ли они друг друга. Это тоже какая-то часть вашего решения. Так, что еще? Технические навыки. Свои он поддерживает, следит за технологиями, следит, чтобы все остальные тоже были в курсе тела, да? Тоже читали там или не там, или там еще что-то. Ну, возможно, теглит ведет свой блог и заставляет всех читать его. Тоже ничего, тоже вариант. Так, что я хотел. Ну, в отдельности, вот в той статье по ссылочке, там очень клевая статья, я вам скажу, она не привязана к языку. Вот все, что я сейчас вам рассказываю, но это мой vision того, куда может двигаться вообще разработчик, и что он там может еще делать. Так, что еще теглит делает? Теглит общается с заказчиком. Он может общаться с заказчиком и умалывать его на нужную технологию, которую он только знает. Потому что он может знать только одну технологию, и, естественно, он может и уломать заказчика на ее использование. Это тоже теглит. Оценивает теглит, общается с менеджером, это тоже теглит. Понятно, действительно, теглит достаточно многогранная такая вот роль внедрять новые технологии. Да, он прочитал где-то новые технологии, решил ее засунуть в проект, в ущерб бизнес-интересам заказчиков. Это тоже делает обычный теглит. Что еще он умеет делать? Как он выглядит еще пакостно? В определенный момент времени он скажет, давайте мы сейчас заинтегрием ЦИ. Сегодня мы любим Джеткинс, завтра мы любим Тим Сити, послезавтра мы полюбим Трэвис. И все это благодаря нашему теглиту. Теглит говорит, что мы сегодня любим. Сегодня с травм любим Манку. Еще, еще что еще? С какими аспекторами вы сталкивались? Что он еще чуть-чуть и просто? Еще раз? Знаете, если не сайт, который надо отходить с молодым. Да. Знаете, что, куда заходить, а куда не стоит заходить. Это тоже он знает. Хорошо. Кроме всего прочего, теглит еще педалит. И выгребает. И выгребает. Тоже теглит выгребает. Вот. Причем он выгребает как из кода, то, что на педали у кто-то другой, так и выгребает за того бойца, который на педали. Потому что по другу помогает в основном теглит. Так что не все так классно. Главное. Еще. Теглит это человек, который может сесть. Вот. У него есть проект или проекты. Он представит себе в Москву некую идеальную картинку этого проекта. В этой идеальной картинке может поместиться CE, unit-тесты, функциональные тесты. Что еще там может поместиться? Там некое объяснение архитектуры, новые технологии. Вот. И он вот эту картинку представил. Дальше он ее проецирует на свою команду. Это вот любят делать теглит. И в тот момент, когда вот эта вот картинка сходится с реальностью, он должен прийти получить некий оргазм, да, от этого всего. Вот. Что в этом такого, да, в этом счастье такого? Это должно происходить регулярно. Так что правильный теглит, да, вот эту вот картинку проецируют все у нас достаточно часто, но не настолько, чтобы оно было можно сделать за один вечер. Хорошо. То есть теглит это человек, который представляет себе некий идеальный проект и идет к этому идеальному проекту. Когда он дошел, он себе должен представить следующий идеальный проект. Возможно даже, ну, в рамках того же проекта. Это вполне осуществимо. Причем вот этот вот навык представить себе идеальный проект. Представить, что не хватает вам до вашего идеального проекта, чтобы вы приходили на работу и кодили в свое удовольствие. Если здесь присутствующие, да, поскольку вы пришли в пятницу вечером сюда, то скорее всего вы получаете кайф вообще от процесса педали. Есть такое? Да. Вы себе что-то представили в мозгу, напедалили, и оно работает так, как вы себе это представили. Вообще отличный, отличный кайф. Я тоже от этого получаю кайф. Получайте кайф чаще. Будьте счастливы в этом процессе. Представляйте себе проект. Приходите к этому идеальному проекту. Развивайте его. Хорошо. Что дальше? Какая у нас еще есть ступенька? Еще есть ступенька архитектора. Архитектор – это тот человек, который посидел на разных стульях, на разных технологиях. Он может выбрать, куда ему, какую технологию выбрать, в какой степь технологии выбрать, какого техлида напрячь, для того, чтобы здесь что-то было. Подумаю, это микросервисов или не микросервисов. То есть это себе человек и занимается головной болью. Какого-то совсем другого порядка. Единственная проблема в том, чтобы выполнять роль архитектора, это потому, что вам придется убрать ваши ручки от реализации. Вот, то есть совсем. То есть максимум вы можете чуть-чуть проектировать, все ли идет так, как вы планировали. Но вот этот вот план вы должны спроектировать на ваших подопечных, подчиненных или на какую-то другую команду, которая этим будет заниматься. То есть это вот человек, который сидит с грустным видом, смотрит, как они пытаются реализовать то, что вы придумали. Потому что в вашем основе оно некое, ну, оно идеальное. Кондиционируется. Да, они делают все не так. И в тот момент, если вы в этот момент полезете в реализацию, вот, вот это вот беда. Это медвежья услуга. Это медвежья услуга, которую от вас будут ожидать в следующий раз в гораздо большем объеме. То есть вы из архитектора опять скатитесь в мелкие педали, в каких-то там мелких скриптов, потому что какой-то там разработчик что-то понял не так. Но вообще в моем понимании архитектор это человек, который не прикасается к реализации. Он ее видит, он ее так. Дело в том, что архитектор должен обладать одним качеством, без которого он не архитектор. Это неприкасаемость его мнения. Иначе вот это все не имеет никакого смысла. Да, тоже хорошо. Для того, чтобы было неприкасаемое мнение, у него должен быть еще авторитет некий. Без авторитета вы будете тратить очень много сил и энергии на то, чтобы убедить каждого человека, который прочитал, я вчера прочитал офигенную статью от какого-то там чувака, и он написал, что PHP 7 это говно, и оно медленное, и переходить на него не стоит. А архитектор в этом плане круче. Или еще что-нибудь, или с точностью, да наоборот. Если у вас нет авторитета, то всякие там вот такие занозы, приходите и пытаться что-то вам втюхать из того, что он вчера прочитал. Так что, да, у вас есть авторитет, вы не прикасаетесь к реализации. Возможно, из вас получится архитектор. Еще такой момент. Я говорю об архитекторе систем, где время разработки и вообще объем проекта там переваливает за несколько тысяч часов. Да, я не могу сказать, это две тысячи часов. Потому что бывают такие проекты, в которых за две тысячи часов уже на педали очень сложные штуки. Вот. Но когда вам нужно написать CMS-ку, и вы, как архитектор, говорите, здесь будет MySQL, MVC framework и jQuery. Ну, это немножко не тот уровень, о котором я говорю. Это вот уровень, наверное, технида, ну или вообще сеньора-разработчика. Тогда, ну, шаблонный проект, с ним все легко и понятно. Хорошо. Следующий возможный вариант развития событий вас и развития вас как личности, да, это стать доставником. Кто такой доставник? Доставник – это тот человек, который берет кого-то другого, ведет его за ручку и учит его в новом технологии. Я вот не случайно, да, говорю про детей, у сеньоров, да, они вот познакомились с этим с педагогенической точкой зрения и потом очень часто это матчат на непосредственно ребят, которые с ними работают. И да, это тоже работает в сильности. Все то же самое. Человеческая психология вам подскажет, что то же самое везде происходит. Везде те же самые манипуляции, не хотите делать все в точности, как говорит ваш папа, мама и так далее. Все то же самое происходит и у вас в коллективе. И вам придется как-то все это доносить. О том, что вот это полезно, это нужно. В действительно очень сложно. Знаете, вот для тех вида, самая сложная штука, с которой я сталкивался, это заставить кого-то писать тесты. Вот. Кто вообще пытался кого-то заставить писать тесты? Есть такие? Пытались. Получалось. Просто билд не принимается и все. До свидания. Ну это из разряда кнута. Кнутом погоняешь других, а пряник жрешь сам. Это прекрасная политика. Но, с другой стороны, намного эффективнее, когда вы доносите человеку, и человек понимает, какая польза тех же тестов. Ну, к сожалению, да. Человек, кроме того, что он может понимать, он может причем быть ленив. Для, вообще, для разработчиков это очень свойственная черта, потому что мы все, что видим, что можно, как это, повторяющаяся череда действий, мы пытаемся думать, как же тут автоматизировать. А если автоматизировать не получается, мы пытаемся от этого вообще как-то уйти и слинять и так далее. Это свойственность. Хорошо. Возвращаясь к теме наставника, преподавать, я не знаю. Что еще человек, как может себя развивать в этом направлении? Ну, кроме того, чтобы понимать демографическую ситуацию в стране, вы можете спокойно открыть свой блог. В целостности, мне это очень сильно помогло. Мой блог существует. Ну, не знаю, лет восемь нарезали, да, моему блогу. В моей статье я сейчас иногда в приступах ностальджии могу залезть, там, почитать первые посты, там, подправить грамматику, но в целостности я вижу, что был прогресс в донесении информации, в том, как я доношу информацию. В результате появились те же самые статьи про GPL, которые обладают некоторым, не знаю, это не шам, это вот подход к донесению информации. Вот он у меня какой-то такой сумбутный и вроде бы как-то работает. Ну, опять же, он у меня появился, потому что я писал, да. Если пишешь, у меня все, навык-навык вырабатывается. Поэтому вам нужно развиваться, в этом направлении вы можете развиваться, если это, конечно, ваше. Еще такой момент. Все-таки стать докладчиком. Докладчиком на SITPHT. Задавать не только вредные сайты эти вопросы, но и выступать со сцены. Я, в существенно, серьезно. Вот одна из причин, почему у нас не получалось целый год зарядить следующую SITPHT, это потому что у нас проблема, реальная проблема с докладчиками. Я сюда в первую очередь пришел для того, чтобы зазывать, в качестве зазывалы, давайте ваши доклады. Собственно говоря, вы видите слоны, слонов у нас много, а докладов мало. У меня слонов таких уже очень много, поскольку доклады выступят достаточно часто. Я бы хотел этих слонов раздавать за ваши доклады. Так что прошу вас заглянуть внутрь себя. Если вы видите в себе силы рассказывать здесь, стоять со мной в сцене, и рассказывать какие-то доклады, полезняшки, то пожалуйста. Если у вас есть сейчас некая тема, вы думаете, а зайдет ли она, вы можете сейчас озвучить. Вот я хочу рассказать про то-то и то-то, вы будете меня слушать. Ну и услышите про какую-то приблизительную реакцию. Да, Роман? Да, Роман? Да, Роман, да. Т.е. сейчас есть такое мнение, что если нам нужно делать что-то, ну типа WebSocket сервера, то нам нужен Node.js для этого. Я продакшены запускал на PHP такой сервер, это был классный сервер, и PHP справлялся просто отлично с этим. Собственно, вопрос было бы интересно послушать в этом сравнении как раз PHP против NGS в этом контексте. Ну это магия! Холивар нода против HP, это вообще зайдет, я тебе точно говорю. Я тебя к сожалению не вижу из-за зотика, но я думаю, это будет Холивар еще тот. Нужно больше JS. Ну если мы чуть-чуть покрутим, завязаем хэшнэк Харьков JS, называем Холивар и так далее. Я думаю, сюда понабегут всякие приверженцы и любители Холивара посидеть, повтыкать вечерком в пятницу в аудитории, то, я думаю, толк будет. Мы дальше договоримся, может, на следующий вечер и я расскажу как раз об этом. Да, я думаю, прямо на следующем. В магазине через год. Нет-нет-нет, мы постараемся в ближайшее время. Хорошо, ну вот видите, уже один докладчик есть. Опять же, обращаюсь к вам. Подумайте, загляните внутрь себя, насколько вам это интересно, насколько вам интересно вообще развиваться в этом направлении. Кроме того, если вам вообще хочется попробовать себя в роли доставника, где же этот опыт, у кого этот опыт есть. Во-первых, на gitarr.in. Да, это чат для тех, у кого есть аккаунт на GitHub. Будем говорить так. Вот. И в Питерарел есть два сообщества, как минимум два сообщества, где тусят PHP-разработчики Украины. Это PHP-UA-PHP и Dev-UA-PHP. Практически в обоих тусовках одни и те же лица. Но не знаю, зачем это, почему их два, так как исторически сложилось. Хорошо. Вы можете туда зайти, там иногда стоят вопросы. Возможно, вы сможете зайти, задать вопросы, услышать какие-то ответы. Возможно, вы узнаете там все, на которые втайне передавали на PHP. Да, анонимный PHP-разработчик. Хорошо. Еще такие моменты. Как потренировать свое венторство. Почему я вообще затронул эту тему? Мне в Скайпе, я даже целую группу создал людей, которые мне встречаются и спрашивают, вот, а подскажи, как там стать джуниор-разработчиком или куда двигаться дальше. Эти вопросы в действительности задаются. Отчасти я стараюсь отвечать на блоки так, чтобы не отдыхаться на Скайп вообще. Я говорю, я тоже ленивый, я люблю автоматизировать все, я хочу отдать один раз статью, там в комментах кто-то там с кем-то посечется, но меня трогать не будут. Вообще идеальная схема. Поэтому пробуйте себя в этой роли. Очень такое интересное. Что из, как, безжизненной истории, то Игорь Митомич, вам говорит, такой разработчик есть. Он даже проводил, например, курсы по разработке под iPhone. А? Да, он разработчик приложения маршрутки. Ну, вот это я хотел бы сказать как пример человека, который развивает себе скилл преподавательский, да? Это тоже очень интересно. Пробуйте всегда в этом. Хорошо. Вроде бы как закончили с этим направлением. Есть еще, ну, как там, альтернативное направление. Тимлик. Иллюстрация вообще взята с книги Хэка Рейнботера. Рейнботера, да. Как пасти котов. Книга интересна будет тем, кому пришлось стать руководителем других разработчиков. Опять же, это Тимлик. Это человек, который вот к коду, он, по идее, уже не так относится. И педалей все меньше и меньше. И технология, это не его. Ну, точнее, технология, это, конечно, его. Но в сфере того, своей загруженности и работы с VMware, он будет уходить на ТЦР. Это достаточно грустно. Почему грустно? Потому что, вот, ребята не готовы соврать. У меня есть опыт, когда приходят ко мне на практику, на собеседование ребята. Те, кто в свое время ушли от технологий, хотя это было их, по различным причинам. Люди пошли в бизнес. Люди пошли, не знаю, за должностями. Люди пошли за тем, что, ну, жизнь и ситуация у всех складывается по-разному. А вот это вот желание и кайф по педали, да, он ушел. И к нему хочется вернуться. Так вот, стать Тимлином, это вот все-таки отказать себе в кайфе по педали. Это разве что вам получится это делать где-то ночью в нерабочее время. Ну, если вы к этому стремитесь, ну, уйти от педали вообще, вам ближе. Типовая работа с людьми, там, не знаю, какие-то организационные мероприятия, там, организовать Team Build, там, ну, или еще. Чем вообще Team Build занимается? Расскажите мне. Я хочу сказать, что он мечтает. Так громче, так право. Мечтает. Еще раз. Мечтает. Мечтает. О чем он мечтает? Вот. То есть он не работает, он только мечтает. Ну, тоже ничего. Team Build скалывает, а Team Build мечтает. Или наоборот? Ну, когда-как. Хорошо. В действительности, если вы, так, ближе вам Team Build, ближе вам менеджерство, я вам еще посоветую почитать. Есть такая книжка. Книжка от Славы Панкратова. Черная книга менеджеров. Слышали о такой? Да. Черная книга менеджеров. Читали? Да. Ну, основной посыл книги – делай все, что можешь. А что не можешь – бери и находи другие пути обходные. То есть, если ты сложишь руки, ты никому уже нафиг не нужен. Ну, это приблизительно краткое задержание всей книги, наверное. Так, можно чуть-чуть там перефразировать, но если ты не решаешь проблемы, то ты никому не нужен. Ну, это так. Хорошо. Еще какие есть пути у клевых, крутых разработчиков? Стремиться к мечте. Да. Стремиться к мечте, стать неким бизнес-оуннером, стать тем, кто… как это… не пахать на галерах, да? Как ты говоришь, вот мне задолбалось пахать на галере, я хочу свою галеру. Вот. Есть такие люди. При этом, поймите правильно, все примеры, которые вы, скорее всего, узнаете, о том, как люди построили свой бизнес, да, организовали свой бизнес – это примеры удачных, да. Это как… удачное исключение в статье, если бы вообще как… это правильно. Систематическая ошибка вышибшего, да? Вы узнаете только о том, как удачно стартует бизнес. Потому что о том, как неудачно стартует бизнес, никто об этом ничего не рассказывает. Потому что денег уже нет. Хорошо. Вообще, кого вы знаете, вот, был про край, как стала компания. Знаете таких? Да. Кого? Тарас, да, выступал. Выступал. Да? Да. Ну, да. Вот. Все-таки удачный пример. Хорошо. Еще пример. А? Тоже ничего, да? Хорошо. Еще варианты. Ну, такие какие-нибудь локальные, кальковские, знаете кого-нибудь? А тот же самый Игорь Томич. Игорь Томич тоже. Он организовал свою студию по разработке мобильных кэшек. Хорошо. Насчет неудачных примеров и удачных одновременных. У меня есть знакомый, как-то, возвращаясь к теме истории, да, из моей жизни. У меня есть сосед и знакомый, Сережа, он работал в The Forte. Так вот. Один раз он попробовал, станем вот этим бизнес-ломером, человеком, который разрабатывает игры. Ну, естественно, у человека просто какая-то мечта, наверное, да? Просто разрабатывать игры, которые ему хочется. Не то, что хочет заказчик. Тут немножко, да, по-другому акценты расставлены. Ну, насколько я, Сережа, понимаю. В естественно, если бы он здесь был в зале, он может быть что-то другое мне ответил. Человек хочет разрабатывать игры, которые ему нравятся, и он хочет за это получать деньги. Классная идея. Вот первый раз, когда он попытался так сделать, совсем ничего не получилось. Причем, ну как, совсем-совсем ничего, да? И финансовые проблемы привели его к тому, что нужно было вернуться в компанию, работать в компанию. На данный момент он делает попытку номер два. Жизнь и опыт у него достаточно большой. Поэтому успехом это еще не назвать, потому что вы не знаете, о ком я сейчас говорю. Но можно сказать, что у него уже получается куда-то лучше, чем в прошлый раз. То есть, путь посвятить себя бизнесу, это совсем другой путь. Это, ну, чего там больше? Ответственность. Ну, ответственность, да, но там рисков больше. И они в другой полоспице лежат. Вообще, весь процесс лежит в другой плоскости жизни, с которой обычно те, кто гребут на галерах, да? Вот я гребу на галере, да? Я не касаюсь вот этих рисков, с которыми сталкиваются владельцы компании. Точно так же зачастую и у вас происходит такая же ситуация. Поэтому тут тоже нужно понимать, что будете вы от этого получать кайф или нет. Пойдет оно у вас или нет. Тут другие вещи на весах. И вам приходится принимать достаточно тяжелое решение. Да? Отказаться от уютного места на галереях, да? Здравствуйте. Я понимаю, у вас уже есть компании, есть два заваленных стартапа. И сейчас третий стартап, который там связан с фитнесом. И сейчас третий стартап, который связан с фитнесом. Он уже хоть как-то еле-еле, что есть какие-то намеки на то, что он будет выигрывать или будет денег получаться. Вот. В основном на всех них провал был в том, что сильно много новых технологий. Или мы там, допустим, чего-то не знаем. Или я просто... Это как подпроджет с надеждой, что когда-то он выстрелил. То есть вот на Вордпрессе неделю назад, там была классная презентация по разработке продуктов Ланина. То есть вот это, это сильно круто. А вот. Там сильно много рисков. А вот для разработчика, чтобы как-то попытаться попробовать этот вкус, то есть сразу в демо режиме, скажем так. Ты хочешь купить какой-то свой плагин для взаимостей и сделать его коммерческим? Это менее рисковый вариант, чем такой. Потому что вот тут надо уметь считать деньги, надо уметь занять риски, надо вообще планировать, контролировать, по-моему, это тяжело. Вот. И иногда, по счастью, после чего лучше ему понравилось. Но я ищу тебя просто. Как-то так. Спасибо за комментарии, Тереза. Хорошо. Разобрали искусственности. Мечта такая есть у многих, да? Я сам открою свой бизнес, у меня будет там что-то свое. Есть ребята, у которых это получалось. Но, запомните, это тоже тяжелый труд. Это не просто вот так происходит. Ладно. Грустняка такого, да? Наверное, на велосипеде. Следующий момент. Куда поможет пойти сеньер, он может пойти во фриланс. Я бы хотел услышать у вас, какие есть плюсы и какие есть минусы во фрилансе. У меня есть некоторый vision, который у меня есть в голове, но я бы не хотел его проецировать, да? Дома с ребенком все в отличие от вас. Дома с ребенком это плюс или минус? Плюс. Это, сейчас, секундочку, ребят. Это плюс, ну я тебя понимаю, да, это плюс в том плане, что ты будешь уделять время ребенку, но минус, что этот ребенок забирает время, которое ты рассчитывал по окону. Ну, да, тут плюс-минус, но я согласен, что ребенок это куда как более важно, чем друг. Да. На самом деле фрилансер распоряжается куда меньше ресурсами, чем в рамках компании. Он распоряжается этими ресурсами в плоскости своего личного времени, своих личных ресурсов, которые он может выдать на город сам. Да. А не умножить в 10 человек команды. Да. Ну и ответственности тоже, естественно, меньше. Но, но зачастую тот, кто у нас гребет на галере и тот, кто у нас в ревансе, вот, у них есть пиф по вознаграждению, которые они получают на свой труд. Но при этом есть еще, да. Дело в том, что, ну, я хороший синдер, но вот я пару месяцев попробовал на фрилансе после галеры. Значит, по времени, работать приходится больше, без выходных, вот, по деньгам получается меньше. Значит, ну, проанализировал, в чем дело, то, что вызывает на галере недовольство все эти митинги и это, на фрилансе они занимают еще больше времени. Все эти переговоры. И на фрилансе, ты вроде дома, да, женат, вот это, но у тебя нет дома. Все равно. Поэтому с фрилансом выход для синера только такой. В общем-то, если на фриланс, то на мини-команды таких же фрилансеров и на более-менее долгие проекты. Да, то есть, грубо говоря, фриланс превращается в remote job. Хорошо, правильно. Вот так имеет смысл. Да, я понял. Давайте еще, там, Жень, Зайдхэп, поднимал руку. Мне кажется, что фрилансы, первым, сразу же удваивают твои доходы. Ну, в большинстве случаев. Это первый шаг в состоянии собственного бизнеса, поскольку очень многие мои друзья начинали именно с фриланса. Потом начинают ищутся там уже эстера для того, чтобы все равно иметь собственное время. Ну и так далее, да. Постепенно у тебя уже команда из 5, там, remote чуваков, женов, которых там нужно вернуть, но у тебя уже есть опыт ведения бизнеса. Да, по сути, ты не инвестируешь в этот бизнес, в большие деньги, ты ничем не рискуешь, по сравнению с теми, кто начинает большие проекты. Но у тебя уже есть опыт, как можно оценить, там, по большинстве года, к примеру, какой ты менеджер, какой ты SEO, ну и так далее. То есть, и потом уже делать в какой-то ценности, на кого ты, как молодой человек, или где лучше самому, или действительно тебе нужно там идти на работу тех редекторов, ну и так далее. То есть, это отличный шаг. То есть, я правильно понял, реванс как ступень, как в собственном бизнесе. Да, звучит. Да, звучит здраво. Еще, плюсы и минусы. Кто с чем сталкивался? Кто с какими плюсами, кто с какими минусами сталкивался? На дорогу не надо тратить время. На что? На дорогу. На дорогу не надо тратить время. Хорошо. Ну, я опять же скажу, вот, эффективно человек работает не в домашнем окружении. Это я вам скажу по себе. Я тебе скажу, у меня есть знакомые ребята, которые занимаются пневмонсом, которые идут и работают в урокинг-центры, да, потому что дома работать эффективно не получается на общее. Но это индивидуально. Но иногда и наоборот. Да. Это индивидуально, особенно. Да, да, согласен. Это индивидуально. Это индивидуально. Антон? Да. Есть еще фонд? Да. Ты хотел поддержать, что вы сказали мне. Я шлюю фрилансер. Я дома вообще не могу работать. Я иду в кафе или, не знаю, я постоянно дома не могу сидеть. Да. Все правильно сказали, это достаточно индивидуально. Есть такая же проблема, что приходится быть собственным менеджером, менеджером своего времени. Это очень сложно себя заставить, потому что ты сам должен себя заставить. И если ты ведешь переговоры и одновременно кодишь, это тоже, мне кажется, было с мозга. Потому что заказчик тебе начнет выносить мозг, тебе нужно при этом еще и кодить и думать еще о 10 вещах. Это вообще нереальная вещь. Нужно разделять. Да. У фриланса есть такой момент, что вам приходится совмещать много ролей. То есть вы не только кодите, вы не только... Ну, если у вас случилось так, что вы работаете на фрилансе, и вы можете даже помещать с работы на галерах, да, есть ребята, которые умудряются, у которых сон отнимает всего там 6 или может 4 часа в сутки. Вот. К чему я вообще все рассказал? Потерял вниз, бывает. Зато есть вопрос. Давайте вопрос. Или календарий. Плюсы, минусы? Я на фрилансе никогда не работал, но я знаю минусы, которые я дократно слышал от тех, кто работает на фрилансе. Это то, что не постоянные источники дохода. Постоянно. Есть работа. Получаешь. Нет. Сидишь. Палец осешь. И... И... И другой еще один минус, что иногда попадается кидалку. Ну... Да. Вот, да. Я хотел сказать, что вам придется совмещать много ролей. Вы будете тратить время на другие активности. И ваш любимый кодинг, я думаю, все категорики кодинга, да, будет заниматься все меньше и меньше времени. И вас это будет уже больше раздражать. Плюс еще на вас ложатся риски. Риски ведения бизнеса. Риски того, что вас могут кинуть. Риск того, что к вам могут приехать и начать творить разборку. Да. Я же не знаю, что вы собираетесь писать. Потому что вы тотализатор пишите. Вот. Или там еще игровые автоматы у нас в городе. Да. Там еще есть комментарии, да? Здравствуйте. Я довольно-таки долго работал на файлансе. Ну, относительно моего будущего опыта работы. И скажу, что, наверное, это все-таки не лучшая работа. Тем более для сеньора. Во-первых, это действительно почти низкие. Потому что заказчики разные. Но это все-таки у меня есть на куча сервисов. Типа сейфов, сейфов, сейфов. На площадках это не важно, в самом деле. Проблема очень большая в том, что ты вынуждаешь себя, если ты не команда фрилансера, если ты один, ты вынуждаешь себя дать за себя обязанности менеджера. И это очень плохо. Ну, плюс еще, я считаю, большим интересом фриланса. Собственно, то, что ты, наверное, не очень сильно будешь развиваться как программистер. Потому что, когда ты вообще развиваешься, ты делаешь что-то сложное. А на фрилансе сильных, сложных проектов у нас такие технологии, которые делает команда на протяжении большого количества времени, тупо нет. Ну, и ты сам. То есть ты можешь вообще развиваться как личник, как программист, наверное, только как в команде. Ну, это просто все. Ну, это хорошее замечание. Вот с этим я очень солидарен. Дело в том, что, опять же, программисты винивы. Вот смиритесь с этим, да. Заставляете вас, когда вы работаете на фрилансах, да, вас вот это вот погоняют. И вас это стимулирует к развитию. В тот момент, когда вы делаете выбор фриланса, потому что вас там приваливают грощи, то, скорее всего, это будет в ущерб вашему развитию. Потому что, когда вы выбираете проект на фрилансе, вы, скорее всего, выберете тот проект, который вы легко сделаете за наибольшее вознаграждение. Которое не будет заставлять вас развиваться. Работая на галереях, условно говоря, вы получаете преимущество, ну, как преимущество, да. Вы получаете человека, который сидит на фрилансе и добавляет новая технология. Вот. Увеличилась нагрузка. Сейчас я вижу. Да. Увеличилась нагрузка. Еще что-то. Еще что-то. Это преимущество, которое дает вам развиваться в плане технических технологий своих. Понятно, да? Ну, это вот мое мнение, что вот, когда над человеком есть кто-то с кнутом, дубинкой, а он, может, печенькой, да, с кофейком и так далее, то у вас есть какая-то мотивация не лениться. Когда вы сидите сами себе, предоставлены сами себе, вы начинаете лениться. Но, опять же, правильно подчеркнули, это очень индивидуально, но в большинстве своем люди ленивы. Да. Да. Есть еще как-то, ну, можно посмотреть со стороны не синьера, а, например, начинающего разработчика. Тут тоже две стороны. Либо, плюс в том, что ты можешь получить какой-то реальный опыт первый. То есть проще, потому что они сразу тебя возьмут в какую-то там опланирую. Ты можешь получить опыт и нормальный опыт не какой-то определенной технологии, а ну, такой достаточно разносторонний. А минус, вот как сказали, в том, что, ну, где нет команды, ну, тяжелее развиваться. Да. Да. Ну, опять же, индивидуально. Если вы волк или дочка, который самомотивирован охрененно так на саморазвитие, вы будете браться за проекты, которые вам сейчас скажутся не по зубам, а потом их разорвать в коуче, то, скорее всего, да, фриванс вам как-то не противопоказан. Ну, возможно, вы от этого будете получать кайф и вполне будете себя похожее чувствовать. Хорошо. Наверное, тему фриванса закончили. Поехали дальше. 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 Куда развиваться сеньору? Развиваться сеньору куда-нибудь в другую сторону. Вообще, опять же, уйти и зайти, ну, как так, возможно, это иногда для людей выход. Потому что войти они пришли в погоню, возможно, за деньгами. Потому что сейчас, вот, вы прекрасно знаете, что в Украине сложилось очень такой глобальный перевоз по зарплатам и войти стремятся достаточно многие люди, да. От таксистов до бухгалтеров, да. Ну, я, конечно, вы можете не смеяться, но ситуация так и есть. И это стремление не в хорошей жизни, естественно, происходит. Но есть и обратный процесс. Когда этичник, который достиг некоторого уровня, он понимает, что его вот это вот не в кайф вообще. Ну, я, если честно, себе сам представляю вот сеньора, которому не в кайф работать, и он стал сеньором, ну, мне сложно представить. Но я могу себе представить сеньора, у которого есть эффективное хобби, он там, возможно, фотограф, возможно, кулинар, возможно, он еще кто-то. И он хочет просто развиваться в этом направлении. Он хочет стать счастливым, потому что он, кроме хобби программирует, есть еще какое-то хобби. Или, возможно, он хочет стать очень семейным человеком, ну, плевать на работу, да, жить на пособие. Тоже вариант. Это тоже возможно. Но учтите, любой человек, который ушел из айти, уйти из айти достаточно, как это, легко физически, да, а в мозгах вы все равно будете оставаться айтишником. Вы поймите, вот, ваше мышление, оно уже другое, оно уже деформировано, оно уже, да, ну, вы можете смеяться, но у нас по-другому работают мозги, они замечают и работают совсем другими понятиями, да, оперируют другими понятиями. Я не буду приводить примеры, но, хотя нет, наверное, приведу примеры, это что вы по-другому оперируете с информацией. Вас, вы видите, читаете новости, ну, кто знаком с SEO, да, знакомился с SEO, с оптимизацией под поисковые движки, вы сразу читаете новость, да, какую-то, такие, смотрите, ага, ну, я думаю, тут составили хорошенькое, да. Так, вот это вот они, конечно, зря вот эти слова повторяют, это уже под фильм попадет, вот, и, как мне, смотрите, так, ну, вот тот, кто вот это вот SEO, шел, ну, лет 25, наверное, от силы этому человеку, да, сидит там в свободное время, какую-то шабашку делает, вот, пишет статьи для какой-нибудь там, не знаю, не знаю, как вы относитесь, там, украинская правда, вести, еще куда-нибудь, неважно. То есть вы это уже видите, вы это запоминаете, вы уже оперируете по-другому. Вот, но история, да, истории жизни, я хотел подчеркнуть, истории жизни, я не уже рассказывал, я не помню, я рассказывал про его на SynthPHP или нет, но человек, есть знакомая, которая решила нафиг это IT, она работала менеджером, работала хорошо, вот, но решила, что готовить, да, это более ее, она, у нее, м-м-м, достаточно вкусные точки, она пишет, все отлично, человек просто себя нашел в этом, это его хобби, но, опять же, загляните в себя, в некоторых случаях ваше хобби можно совмещать с хобби, которое работа, да, работа вам приносит деньги, но некоторые все-таки используют IT, как некий финансовый статусный капитал, для того, чтобы дальше стать, я не знаю, кем, фотографом, да, кулинаром, не знаю, еще кем, кузнецом, возможно, да, есть ли кто увлекается кузичным делом? Нет, столярным? Нет, ну, в принципе, да, он программит от моей руки из жопы, но, в принципе, да. Понятно. Так, но, опять же, IT дает возможность как стартовая площадка, стартовый финансовый и социальный капитал, что немаловажно, для старта какого-то бизнеса, не связанного с IT. Я еще раз акцентирую внимание на социальный, почему? Потому что ваш круг общения, это, скорее всего, тоже аэтичники, да. И вот один раз зашел в эту вот сфору в аэтичниках, да, говоришь, а я там шью офигенные худи, и на них там могут быть ваши компании, конференции, вот. Это все зашарится очень быстро в социальный капитал и так далее. То есть вы очень быстро найдете платежеспособную аудиторию, и, мало того, вы знаете, что она хочет этой аудитории, потому что вы тоже немножко аэтичник, да. В мозгах вот эта вот осталась, эта штука. Хорошо. Еще. Как развиваться дальше? Куда еще можно еще развиваться? Еще. Я бы хотел сказать, что почему, да, аэтичники зачастую, я не говорю это всех, хотя, наверное, можно говорить это всех, аэтию ваш выше среднего, да, доходы в разы выше среднего, на данный момент я говорю про нашу страну, и вот если все это перемножить, получается, что ваши возможности по изменению окружающей реальности, они на порядок выше всех остальных. Вы можете изменять реальность. Ну, вот здесь вот слоган я использовал «Создаем реальности и даем смыслы словам». Это слоган Владимир Интернационал. Знаете, кто это такие? Хакерская группа, которая взломывает ручек, как товарища Медведева. Вот, того самого. Ну, вот они там шантай-болтай, у них он гадит. Вот. Но мне, не важно этого кто, мне нравятся такие слоган. Создаем реальность и даем смысл словам. Так вот, вы на окружающую спиду, на окружающую реальность можете влиять, причем очень сильно. На прошлом серии PHP у нас выступал Ростислав и рассказывал про электронное правительство. Да? Open Source проект. Посмотрите запись доклада. Я думаю, вам это будет интересно. В этом направлении тоже можно развиваться. Вы можете в действительности влиять на окружающую вас действительность. У нас в стране сейчас происходит много разных изменений. Некоторые в положительную сторону, некоторые в отрицательную сторону. Но вы можете к этому прилагать усилия для того, чтобы менять ситуацию в лучшую сторону. Для того, чтобы было здесь комфортно жить и вам, и вашим детям. Так что не стоит отчаливаться. Стоит все-таки бороться за свой город, за свою страну. Стоит влиять на окружающую действительность. Раздвигайте вообще свою зону комфорта. Раздвигайте. Это замечал есть, знаете, такого товарища Архивий Лебедев, да? Вот он писал, что зона комфорта у нас, у людей постсоветского пространства, она заканчивается приблизительно там, где закрывается входная-два ретней квартиры или дома. А дальше это моя хата с краю, это уже наши посолцы, да? И все, я дальше ничего там делать не буду. Изменять в вашем случае, с вашим IQ, с вашими финансовыми возможностями, вы можете ваше окружение очень сильно изменять. Мало того, вы умеете находить, вы умеете общаться между собой, да, у вас... Ну ладно, скажем так, я могу концентировать вам, что вы умеете общаться друг с другом, за счет того, что вы умеете хальварить, и при этом не видеть друг другу морду. Вы еще это не проверили. Что не проверили? Ну, что они не будут говорить, хальвар еще не видеть, а в случае морды еще не... Ну, я отец и не слышал хальвары, которые зашли до такой степени, что кто-то оказался там на баллической. А вот разборки между соседями, что кто-то где-то неправильно плюнул, и закончил все на баллической койке, это я слышал. Вот. То есть, между собой и вообще другими людьми, вы умеете находить некие компромиссные решения, которые могут изменять ваше окружение. Вот. Я хотел бы, чтобы вы этим вот пользовались. Ну, как минимум, хотя бы познакомьтесь со своими соседями в баллистической площадке, да? Вы все знаете своих соседей в баллистической площадке? По вай-файу. По вай-файу знаете, да? Название вай-файке, спасибо! Занеси печеньку, да, в данном результате. А, переименовать вай-файку, фрешную, но занеси печеньку в какую-то квартиру. Хорошо, тоже варианты. Еще такие варианты. Ну, в первую очередь, да, там, не знаю, познакомиться с соседями. Это элементарный шаг по наложению коммуникации. Что еще вы можете сделать? Не прилагая больших усилий, да? С бабушкой и с подъездом познакомиться. С бабушкой и с подъездом познакомиться? Правильно, с бабушкой и с подъездом познакомиться с этим подъездом. Да, узнал, где живут наркоманы, а где живут проститутки. Ну, действительно, да, с пожилыми людьми я бы сравнил все-таки познакомиться с вашим подъездом. Просто им не хватает внимания и это, значит, такой вот шаг, который и вам поможет тоже стать немножко лучше в этом мире. Хорошо. Хорошо. Что еще? Что еще? Как вы можете... Сейчас представьте свой... Ну, кто же... Многоквартирных домах. Большинство тут, наверное. Как вы можете вот прямо сейчас улучшить свой подъезд? Поставить домофон. Поставить домофон за свой счет. И сразу в подъезде сзади чищен. Хорошо. Заводить самозакват. Стоять. Большинство. Тоже вариант. Если цепи мешают, поставить машину. Отжирать машины со всей. Нет, ну давайте без убедительства. Насчет самозаквата. Я живу на новых домах. Я тоже. Мы тоже. И там достаточно свойственная картина. Это то, что все ставят машину на газонах, потому что двор, ваш двор изначально планировался на то, что будет 2-3 машины на весь дом. И это то в праздничный день. Там на свадьбу какую-нибудь, да? Или на щитобоку. Вот. Собственно говоря, на это рассчитывались эти дворы. Но у вас есть возможность поучаствовать в перепланировке. Это вполне реально. Поучаствуйте в перепланировке вашего двора, чтобы там не было возможности заниматься самозакватом газона, на который нужно колесами заезжать и вот эту грязь развозюхать по всему главному. Вот. То есть это тоже шаг. Это тоже некое ваше получение кайфом жизни, да? Чтобы все-таки сделали что-то хорошее в этой жизни, да? Спасли газон. Можно ли для этого быть сеньором? Да. А что мы вообще про сеньора говорим? А потому что у вас зарплаты хватит на то, чтобы сделать и даже все. Хорошо. Таким образом, я подхожу, а дальше будем общаться дальше в более свободной форме. Я бы хотел, чтобы вы развивались. В первую очередь, вы, конечно, будете развиваться в профессиональном плане. Потому что вы сюда пришли, наверное, все-таки слушать какие-то технологические вещи. Хотелось вам услышать болезняшки, которые можно в заметочку написать, потом посмотреть. Это все было в отличие. Но я бы хотел, чтобы вы развивались как личности. Мало того, поймите правильно, почему вы на этапе до того, как стать сеньором, скорее всего, вы привыкли к тому, что вы развиваетесь. И это нормально, это очень плево. Вы развиваетесь, вы делаете следующий шаг. Вы сегодня тренинг, завтра джуниор, через два года вы митку чувствуете. Потом вы стали сеньором, вам повесили тетлинские обязанности, вы участвовали в разработке архитектуры. Это все клево, да? Но потом вы в маршрутах где-то в потолок какой-то упретесь. И дальше вам уже нужно будет развиваться не вверх, да? Вот вверх, в какой-то потолок упёртости. Вам нужно развиваться вширь. Так вот, это вширь, оно куда-то шире, чем технологии, чем языки программирования. Развивайтесь, тоже. Заводите детей, там, женитесь, выходите замуж. Тоже, тоже развитие. Вы посмотрите, как взаимоотношения детей в браке, да? Они тоже так развиваются. Вы начинаете встречать, потом женитесь. Появляется вначале котик, собачка и так далее, потом дети появляются, потом второй ребенок и так далее, и так далее. Вы идете, вы развиваетесь постоянно. Развиваетесь вширь во многих направлениях. Не останавливайтесь. Получайте кайф от жизни, получайте кайф от своего развития. Даже если вы уперлись вверх, растите вширь. Ну, не в смысле вширь, а в смысле просто технологии. Что? Печь тортики. Нет, слушай. Печь тортики. Печь тортики. Да, возможно, печь тортики. Если вам это заставляет кайф, набедите тортики, пойдите укресните бабушек компактентов. Я просто сомневаюсь, что они возьмутся от незнакомого человека торта. Хорошо, ребята, оставайтесь с нами. Приходите, выступайте с этой сцены. Мы будем вам очень рады. Делитесь знаниями. Становитесь лучше. И делайте нас лучше. Спасибо за внимание. Так, если у вас есть вопросы ко мне, то, что у вас есть вопросы ко мне. Больше таких задавая. Но, сейчас я вас попрошу еще одну штучку делать. Так, сейчас, Женя, можешь? Я могу сам эти слайды делать. Так. У каждого из вас, кто не поленился, у каждого есть бейджер. На этом бейджерке есть номер. Я не знаю имя. Что? Я не знаю имя. Ну, имя там точно есть. Ну и номер там есть тоже порядковый. Рандл-блор? Да, мы вас все уже записали. Я бы... Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, интернет есть. Нет, интернет есть. Я бы сейчас вас попрошу оставить фидбэк нашей конференции для того, чтобы мы становились лучше. Вот. Сделайте свой вклад. Покритикуйте нас. Может даже похвалить немножко. А мы за это даже можем вас чуть-чуть наградить. Среди тех ребят, кто запомнит наш... На сайте feedback.sync.php.com.ua Если вы зайдете туда сейчас, оставите свой отзыв. То среди запомнивших мы разыграем небольшие призы. Это пауэрбанки. Компактные небольшие пауэрбанки. Это же наши чудесные наклеечки-синфеечки. Вот. Так что я вас попрошу уделить чуть-чуть времени. Рандл-блорус. Рандл-блорус. Да. Великий белорусский рандл-блорус. Да. Так. Рандл-блорус. Так. Рандл-блорус. А вопросы уже поздно? Да. Спасибо за доклад. Спасибо за учебник. Спасибо за блок. На сегодня сам, все отлично, вы молодец, все молодцы. Что надо следовать через полчаса нам? Ну, а вообще, у нас один слон получает тот человек, который выступает с этой сцены. Вы вот так вот очень бодро начали задавать вопрос. Вот если в таком же теме вы будете выступать с этой сцены, а возможно даже не очень бодро, но не важно, главное, чтобы спали сняшки, то вы получите вот такого чудесного слона. А что насчет лысых и лечебных лысых? Лысых и в ходе? Ну, если ты прямо сейчас станешь лысым... Мы только поснимся. Нет, пока в каких-то обеспечительных ситуациях мы будем раздавать слона в непредсказуемых условиях. На чашку. Никто не дарил чашку. Никто не дарил чашку? Да, чашку еще есть. Кто там говорит про хут? Я дома хут остался. Хут дома остался, ну блин. Возьми у соседа хут, ну блин. Даш, ну так это, дай мне хут. У меня есть посвечок. Вышли? А ты выше? А можно дополнить, извините? Да, уверен. Доклад ваш по темлиду? Да. В общем-то не рассматривался такой вариант, что темлид может уйти в собственный проект. То есть написать один-два проекта, монетизировать их. Опыт есть в коммерческой разработке. И в принципе, ну это же реально, зарабатывать из своих собственных проектов. А затем, если доход будет нормальный, можно делать социальные проекты. Да, тоже вариант, вполне. Но опять же, я не очень углублялся в темлинство, в преемство и так далее. Потому что все-таки мне очень близко, потому что я люблю педаль. Это мой кайф, и я получаю от этого кайф. Поэтому я куда-то как-то не углублялся в этот сфер. Ну да, замечание очень было. А если повернулся? А если что? Обратная сторона повернулся. Да ладно, лысо. А слоника? А слоника нет. Этого не достаточно, чтобы быть лысым.